На Приоралье обрушился настоящий шквал скотократства. С начала года 356 фактов. Задержаны больше двух десятков преступных групп. Под стражей взяты около сотни нарушителей. Фермеры несут большие убытки и требуют ужесточить наказание за такие преступления. Жалобы животноводов выслушала моя коллега Райханта Жибаева. Поголовье крупного рогатого скота в селе Каратерен Аральского района тает, как вчерашний снег. Уже несколько лет здесь орудуют баромтачи и не только за селом, но и во дворах сельчан. В 2014 году три коровы увели с пастбища. Сейчас еще пять не досчитался. Сына женить хотел, купил лошадь. Перед свадьбой ее средь бела дня прямо со двора увели. Покупать скотину стало боязно. Это огромные убытки. Устав страдать от бесконечных набегов баромтачей, сельчане устроили им настоящую облаву. Одного из катокрадов поймали, но наказание ему удалось избежать. Люди в отчаянии. Закон слишком мягкий. Поймали вора с поличным свидетелей целое село. Вина преступника доказана. Два месяца выслеживали, наблюдали. А сейчас он опять на свободе. Как же так? Что нам делать? Где искать справедливости? Разве воросло должно сходить с рук? Участкового дали селу. И помощника ему взяли. Но кража скота меньше не стало. Причин тому много. Сельчане оставляют скот без присмотра. Оформлять документы на скотину не торопятся. К тому же разрешение подобных споров сейчас регулируется в порядке медиации. Каратерен – маленький рыбацкий поселок. Здесь всего 300 дворов. 80% населения занимается сезонным рыбным промыслом. В остальное время домашний скот – единственный источник дохода. Чтобы сохранить его, полицейские предлагают совместную борьбу. Собственникам скота мы предлагаем организовать поочередный выпас и нанять пастухов. Положительный опыт есть уже в ауле Нартая Бекижанова Шиилийского района. Благодаря скоординированным действиям там за последние три года случаи скотокрасства сведены к нулю. К тому же сейчас в регионе реализуется дорожная карта, направленная на профилактику подобных преступлений. В результате проделанной работы раскрываемость повысилась на 20%. К слову, в разные годы борьба со скотокрасством велась по-разному. Сводом законов казахского ханства «Жет-Жар-Г» за кражу домашних животных вора наказывали ударами плетью и конфискацией живности. В Уголовном кодексе Казахской СР отдельной статьи за подобное преступление не было. Но за кражу государственного скота можно было лишиться свободой сроком от трех до шести лет в настоящее же время. Уголовное дело по факту скотокрасства может быть немедленно прекращено в порядке медиации. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлханов, Казлардинская область, Хабар, 24.